Новые факты последствий пожара в общежитии города Новочебоксарск. Напомню, собственники комнат по улице Советская, 14, записали видеообращение к президенту России с просьбой о помощи. По их словам, местные власти затягивают ремонт кровли и вводят жильцов в заблуждение по поводу сроков окончания работ. Моя коллега Екатерина Никитков встретилась с обеими сторонами. Своя комната, поэтому не будем. Все равно ломать. Вот, все сгнило. И как его? Быстрее бы сделали бы крыши и все. Мусор, стены, покрытые плесенью, сгнивший пол и лужи. Все это уже больше месяца наблюдают жители общежития. Каждый день они приходят сюда в надежде увидеть начало ремонта. В нашем доме уже в течение месяца никакие ремонтные работы не велись. Ну, приходили пару человек, через день приходили. И они там убирали мусор. В администрации пока ищут подрядчика. Власти выплатили по 10 тысяч рублей на человека и переселили погорельцев во временные пункты размещения до окончания ремонта. Пострадавшие получают трехразовое питание и льготы. Проведен демонтаж крыши полностью и утилизация. В настоящее время идут работы по демонтажу и утилизации керамзита. Проведена экспертиза кровли. Также разработана проектно-смертная документация на восстановление кровли, инженерной коммуникации. И получено положительное заключение экспертизы. Жители рассчитывали в начале сентября вернуться в свои комнаты. Ремонт стен там от трещин. Это отдельная позиция. К сожалению, вот таких ничего, условно документов, не были предоставлены. Жители уже устали от разбирательств. И просят хотя бы отремонтировать кровлю и восстановить коммуникации. Небольшие дожди в августе уже помешали. Стены и мебель серые и покрываются плесенью. После видеообращения в сети интернет прокуратура города вчера начала дополнительную проверку. 21 июля текущего года возбуждено уголовное дело по факту возгорания чердачного помещения по улице Советская, 14, города Новочебоксарск. Прокуратурой города данный вопрос находится на контроле. Кроме того, проводится контрольно-отзорное мероприятие. Прокуратура проверяет, местная администрация отписывается, а жильцы ждут. Ждут, когда чиновники наконец-то найдут виновников пожара и выполнят свои непосредственные обязанности. И до развязки истории, видимо, еще далеко. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика Новочебоксарск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова